Ой-ой-ой, друзья, здравствуйте! Что творит жадный раджа? Жадный раджа увидел о том, что наливаются первые кисти и начал даже не наливаются, они уже поспевают. И поскольку все томатики-черики велись в один стебель, то жадный раджа хочет получить дополнительное урожай. Поэтому, что мы делаем? Мы просто-напросто спускаем плети. Вот таким вот нехитрым способом опустила я все томатики, которые у меня уже уперлись в потолок. Это вот такие красивые, большие-большие кисти у томата финик. Финик у меня в этом году оранжевый, ну вот там вот один показывает свое истинное лицо, что он будет оранжевым. Все остальное пока все зелененькое. И один черри коричневый поспевает. Освободила я место для других чериков. Это финик, который сам зашелся массивом. И спасенка. Это черри тоже. Черри медлайт, наверное. Поэтому вот такой вот маленький уголочек черри у меня возобновлен, так сказать, потому что видите, как низко я их опустила. Томаты будут поспевать и буду убирать. И как в прошлом году, как я вам показывала, буду пристускать. Тем более у нас есть уже сформировавшиеся воздушные корни на стебельках. И уложив это растение, оно конечно даст дополнительные корни и будет еще какое-то время питать. Основной цикл ухода за томатами я сделала. Что для меня основным является? Это выгонка пяти кистей. Вот пять кистей. Это вполне достойное, так сказать, количество нужное для моего домашнего потребления. Нам этого вполне всего хватает. А все остальное это дополнительные томаты, которые я, естественно, продаю. И да, у меня уже прям звоночки, стуки в двери, когда у нас начнется распродажа или продажа. Вот. Шикарно хочу вам сказать, наливается, ой, ну не наливается, но формируется лучше, чем в прошлом году. Индиго кумкват. Розовый опал. Нет, не индига кумкват. Кумкват, розовый опал. Вот. Индиго кумкват, оранжевые плодики такие. Я их не сажала в этом году. Ну, такие хорошие кисти. В принципе, еще пока зеленец, но смысл какой я вам хочу заложить. Еще один томат, который я спустила, как-то он себя очень нехорошо повел. Два томата у меня рядом находились. Один обычный человеческий, все как у него, все как у людей, как у томатов. И вот он вяжет, кисти завязывает, светет, все формирует обычно. А один томат, это просто какой-то монстр. Выдал мне огромную-огромную плеть. Она практически без плодов. Вот там внизу завязаны три плодика, а потом дальше пустая палка. И я вот за ней понаблюдаю. Вот тут вроде бы к верхушке они уже как-то начали более-менее показывать свою томатную сущность. Я оставила два стебля, не секу пасынок, потому что, в принципе, у меня этот томат называется «Мамина любовь». Есть один нормальный, есть один вот такой, и один еще с пасынков укорененные есть у меня эти томатики. Поэтому я его оставила. Как только соберу нижние кисти, просто уложу его на пол, и он будет жить своей томатной жизнью. В прошлом году я вам показывала, как я продлеваю жизнь томатом. Поэтому, если вдруг мне... Ну, не мне, конечно, не мне, это моему жадному Радже. Если чего-то будет мало, то тогда есть вот такой вот способ дополнительного получения урожая. Спустить плети, убрав первые кисти. И вот я... Ну, не могу я пройти мимо таких томатов. Это «Гном Дельта Дивер». Еще он только вяжет. Вот, еще раз напомню о том, что произвожу каждый, каждый, каждый приезд, произвожу такую мини-обрезку. Все-таки листики я считаю. Под каждой кистью два листа обрезаю, прорежаю. Вот, что-то тут смотрю, как они развиваются. Мэри Робинсон, не алло, вообще не а. Я не знаю, когда она поспеет. Ну, красивые, белые. Вот, но не жужжит. Вот, наливает, наливает, наливает. Так, еще я хотела посмотреть, посмотрите, пожалуйста, каким красивым становится сербское волшебство. Я его развернула немножко. Тут очень сиреневые такие были штрихи, красивые на нем. Вот, такие тыквочки. Ярко-оранжевые, сполохи. Вот у него тут-то, ну, очень красивый томат. Не знаю, будем смотреть, что он из себя покажет на вкус. Ну, наверное, на следующей неделе попробуем. Так, огромное количество перцев. Просто миллиард. Так, я хотела вам показать, что у меня поспел, если видно будет. Поспел шоколадный трюфель. Маленькие такие перчики, комнатные. Вот, я его потом, конечно, он высокий, такой в тепличных условиях. Я его потом расчеренкую и посажу в горшки, и он у меня будет дома зимовать. Ну, это уже осенью, такие вот дела. Ну, конечно, просмотр, иду, все убираю, подбираю. Перцы индетерминатные, растут высоко. Сейчас вот так вот отодвину камеру, показать. Какие они огромные просто, эти перцы. Ну, опять-таки, я вот не перечный человек. Знаете, какая для меня загадка? Почему они все такие крючковатые становятся? Как сделать так, чтобы они такие ровные, красивые были, как в магазине? Вот, вот такую хочу. Они мне почему-то вяжутся, как-то закручиваются. Я редко такой, такой перцы. Может, это отсутствие зависит, а может, от моих рук. Но некоторые перчики вот вполне себе достойно себя ведут. Вот, начинают даже буреть. Так, ну и что? Да, тут вот тоже, видите, какие уши, слоновые уши у меня огромные. Вот. Это мои, мои сливочки. Такие розовые стаканы. Сколько себя помню, столько бабушка, ну, бабушка, потом тетя выращивала эти помидоры розовые. Такие вот томатики будут такие стаканы, очень вкусные. Лист, куст тонкий, лист плохучий. Вот, вяжет. Немного, всегда немного плодов, где-то около пяти-шести в кисти. Вот, нижний может быть поменьше. Я иду все-таки вам дорассказать про томаты, которые начали поспевать. Львович, розовый плодный гибрид. Вот, а это основной гибрид. Это укорененный пасминок. Вот, тоже начинает плодоносить. Вяжет хорошо, вот, вверх. Видно, не видно. Вверху, верхушечки. Все, процесс пошел. Вот, и него, агилис, белфорд. Вот эти томатики начали у меня поспевать. Снизу первые кисти. Мне надо, чтобы они поспели. Мы их скушали. Я приспустила томаты. И дальше вот эти вот вторые кисти, которые уже... Вторые, третьи, четвертые, которые вяжутся в благополучных относительно условиях. Чтобы мне их уже красиво поставить. И чтобы они у меня уже плодоносили. Вот, видите, какие двойняшки даже получились. Два томатика завязались. Вот так вот бывает в природе. Ну, все идет в череду. Баклажанчики. Баклажанчики вот такие вот. Это трюфелек. Кругленький. Это зелененький. Мы вчера жали шашлык. И замариновала я баклажаны, перчик. Очень вкусно было. Очень вкусно. Я не сторонник выкладывать всякую еду. Ну, вот. Ну, бывают такие вот вкусняшечки. Базилик вовсю уже колосится. Ну, что? А все остальное я уже показывала. Вот. Будут спеть сердца. Покажу вам сердца. Да, только на одном томате сердечном я хотела остановить свое внимание. Сейчас покажу. Брозовые сердца ангела. Угу. Я читала отзывы о нем. Почему посадила? Потому что неоднозначные отзывы были о нем. Кто-то говорил о том, что он пахнет шампунем при вкусе. Кто-то там еще что-то. В общем, кто-то говорил, что они на бронзу похожи у меня. Ну, возможно, это, конечно, пересорт. Поживем, увидим. Но пока... Покажите, пожалуйста. Так. Вот такая кисть. Просто с двух сторон боюсь вертеть, чтобы ничего не сломать. А то уже был у меня такой вот фокус-фокус. Кисть не держит. Кисть заламывает. Надо подвязывать. Какие-то подвязываю вот такие большие кисти. Набирные, наливные. Видите? И они у меня вообще не напоминают ни в каком варианте. Ни в нижних кистях, ни в верхних. Не напоминают томат бронзу. Во всяком случае, по количеству, по кисти. Какая кисть. И вообще, и по форме. Нет, не напоминают они мне никак. Вот. Кто тут у нас? Еще оранжевое алматинское сердце. Ой, это очень вкусный томат. Я его еще раз повторяю. Вот, наливает вот такие вот. Это сорт Виталия Алиферова. У него вот такие крючковатости в томатах. И его особенности в поводах. У меня и в прошлом году такие вот. Пурпурное сердце. Ой, что-то семеречье пурпурное. Тоже вот такой огромный. Огромный томат был. Вот. Из гибридиков сэр Ильян. Не оригинал. Это дубль. F2. Пока никаких отклонений от F1 я не вижу. Вот такие вот красивые сливы. Для закаточки. Вот такие полные. Полные кисти. Через три листа вяжет. Все. У меня здесь нравится в каждом из томатиков. Еще одна кисть. Намечет завязал. Раз, два, три, четыре кисти. Ну и тут, конечно, сверху тоже вяжет. Поэтому, друзья, я уже... В принципе, мне тут и рассказывать-то особо нечего. Ну и вот остается только, что они будут плодоносить. Вот. И раз в две недели я буду делать комплексную подкормку. Начну с колейных удобрений. Потому что начали спить томатики. И, конечно, их нужно питать. У меня есть зола. Зола подсолнечника. Я писала в телеграме. Показывала, фотографировала. В общем, все там есть. Все информации. А это томат Гришуня. Ну, красавчик, согласитесь. Так томатики здоровые, все красивые. Уперлись уже в потолок. Ну, пусть терпят еще одну неделю. Да, не забываю вам рассказывать о том, что я дачник выходного дня. И бываю в этой теплице, в принципе, как и на дачном участке, ровно полтора дня. Поэтому у меня есть большие какие-то недостатки, грехи. Но это все связано с тем, что мы ограничены по времени. Если бы я жила здесь каждый день, наверное, было бы получше. А поскольку у нас вот так вот спланировано отпуск. В отпуске мы отдыхаем, а на работе ухаживаем задачи. Да, продыньки. Завязалась. А с арбузами у меня пока не получились. Нет, не завязался арбуз. Упал. Я его плеть основную срезала. Оставила пасынок. Ну, в общем, это такая игра. Но это пока. А он у меня обязательно получится. Обязательно получится. А вот дынька одна завязалась. Что из нее будет? Не знаю. Одна. Ну, может быть, еще. Вот тут будут дыньки. Дыньки, наверное, будут. Несколько штучек я оставлю. Да. Вот арбуз плетется. Видите, перетесняла. Положила. Думаю, может быть, дело было не в бобине. Огурчики китайские. Ничего, ничего. Пошли. Вот. Уже начали цвести. Будем мы, наверное, с огурчиками. Прям уже хорошо принялись. Скоро в огурчиках нельзя много листиков обрезать. Поэтому я удаляю каждую неделю по одному-два листика. Вот. Скоро уберу. Оставлю только свои здоровые вот такие. А покупные листья, которые были в рассаде, кто-то их тут даже подбил. А вот мой листик. Видите, какой чистенький, хорошенький, здоровый огурчик идет. А это покупной. Видите, какая разница? Какая разница в листиках? Вот. Правильный уход. Конечно, они их питали, наверное, чем-то. Ну, ничего. По одному листику я удаляю. Восстановятся будут арбузики. А это мои пасынки приукорененные. По всей видимости, груши какие-то. Вот. Вяжут охровые груши, рябые. Кисти сложные. Вот это пасынок. Представьте себе. Такой вот огромный, красивый. Абсолютно здоровый. Это мамина любовь. Тоже пасынок. Вот. Укорененные. Вот. И все-таки махровые цветы. Это просто бич. Бич этого года. Это махровые цветы. Уже вроде бы все им нужно. Видите, всякие разные пасынки. Все приукоренила. И пошли, пошли, пошли. Здесь у меня не вышли арбузы, поэтому я сюда досадила пасынками. Ну, вот. Прекрасные томатики. Все. На этом заканчиваю. Будут спить. Вот уже какие-то есть намеки. Намеки на посветление. Наверное, через две недельки, все, как я и планировала, будет массовое поспевание томата. Ну, а пока, конечно, он каждый дорог, каждый вкусен. Очень вкусный они, правда. Ни в какую, как говорится, в пыль не попадают. Никаким покупным томатом. Вот. Заради этой красоты и вкусноты, конечно, стоит повозиться. Затем с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok